Мимолетные истории одна за другой рождаются и исчезают на подсвеченном стекле. В уральском городе Курган соперничают в умении лучшие мастера песочной анимации из России и Беларуси. Художники соревнуются в четырех категориях. В первой они представляют сюжеты, продуманные дома. Потом каждому участнику дают послушать мелодию. Вскоре после этого он должен выдать навеянную музыкой историю. В течение получаса рождается сюжет. Нужно дать драматургии, нужно дать завязку, развязку. А так как динамика была, динамичная музыка, очень хотелось показать это динамично, но при этом сохранить и качество, и показать классную развязку. И я провела через любовь, через тему любви, долголетия и соединение сердец, которые всю жизнь протанцировали вместе. Художники также проводят песочные битвы. Их смысл в том, чтобы увязать в сюжете картины два несвязанных по смыслу слова. С этой задачей лучше всех справилась Алена Япанченцева. Она объединила в своей истории жирафа и автомобиль. В четвертой категории конкурсанты фантазируют на тему экологии. Самое классное, что если в каком-то этапе выделяется ясный лидер, то следующий этап всё переворачивает. У нас прошло вот сейчас уже четыре конкурсных этапа, четыре разных жанра, стиля, в котором рисовали участники. И я по секрету могу сказать, что в каждом этапе у нас совершенно другой лидер. Победителем турнира стал художник из Череповца, единственный мужчина среди восьми участников. Когда всех вроде бы объявили, а меня ещё нет, я думаю, что же я, неужели ничего не займу? Оказалось, выиграл, да. То есть это до слёз было, конечно. То есть очень неожиданно было. В рамках фестиваля также прошёл мастер-класс. Волшебной живописи песком учили зрителей. Ух-хм.